1 июля наша страна отмечает День ветеранов боевых действий. По всей России прошли митинги с участием тех, кто не понаслышке знает, что такое война. Не стало исключением и Тверь, где впервые прошло торжественное и при этом отчасти траурное мероприятие. На этих плитах мемориала десятки и десятки имен. Все это наши земляки, павшие в конфликтах, которые шли в самых разных странах и на разных континентах. Везде, куда их посылала родина, исполнять свой интернациональный долг. Бывший десантник, ветеран Афганистана Валерий Гработенко говорит, что это не просто слова. В основном там были добровольцы. Порыв был такой, да, что мы не только помогли Афганистану, помогаем, помогли много для того, чтобы народ там жил нормально, мирно, но и отстаивали, говорится, свою независимость, свои границы. Египет, Лаос, Вьетнам, да все тот же Афганистан. Зачастую наши офицеры попадали туда в качестве советников. Непосвященному покажется, что это спокойная должность, когда человек, находясь в штабе, вдали от боевых действий, всего лишь дает рекомендации. На самом деле случалось всякое, рассказывает Владимир Балаев, который был откомандирован в афганскую армию. Я ехал в место погибшего подполковника. Ну и как сказали, вы никогда не участвовали в боевых действиях, как правило не участвовали в боевых действиях. Как правило, вылазил в боевые действия. Все мы планировали. Именно для того, чтобы увековечить память павших и в благодарность тем, кто с честью прошел горнило войны, оставшись живым, 12 лет назад и был учрежден День ветеранов боевых действий. Ежегодно 1 июля возле этого мемориала собираются участники конфликтов, шедших как за рубежом, так и на территории бывшего СССР. Таковых бывших, а также действующих солдат и офицеров Тверской области тысячи, отметил выступавший на митинге вице-спикер городской думы Алексей Арсеньев, который тоже является участником боевых действий в зонах локальных конфликтов. Все наши общественные организации, которые в той или иной степени объединяют ветеранов боевых действий, это огромный сплоченный коллектив. Нас больше 25 тысяч в Тверской области, и мы с вами огромная сила. Своей основной задачей участники боевых действий видят передачу своего опыта молодежи. При этом ветераны высказывают только одно пожелание, чтобы этот опыт подрастающему поколению никогда не пригодился на практике. Субтитры создавал DimaTorzok